Суровые, забытые богом, пустыни на юге Ирака. Здесь дует самый жестокий, беспощадный песчаный буря. Но сегодня мы увидим другой вид шторма. Мы открыли огонь из главных орудий, мы видели взрывы. Я взглянул через обзорную трубу и сказал, «От да, я был впечатлен нашим противником». Второй бронекавалерский полк армии США столкнулся с механизированной дивизией Тавалкана, Республиканской гвардии Ирака. Мы понимали их желание быть хорошими воинами, которые не отступают и стоят на своем. Даже умирали, они не сдаются. Две танковые армии сошлись на узком участке пустыни. Битва 73 «Истинг» стала одной из самых ожесточенных в этой войне. Это была последняя крупная битва 20 века. Великие танковые сражения Границы Ирака и Саудовской Аравии 24 февраля 1991 года. Американские танки движутся по пустыне Саудовской Аравии в сторону границы с Ираком. Это всего лишь часть межнациональной армии, которая пыталась выдавить Саддама Хусея на сквейте. После окончания рано-иракской войны у Саддама появилось две проблемы. У него была огромная бездействующая армия, которой было нечем заняться. Вторая проблема – это разрушенная после Ирана-Иракской войны экономика. И что сделал Саддам Хусейн, когда ему понадобились деньги? Поступил, как поступили бы многие. Ограбил банк, который располагался по соседству. Этим банком оказался Кувейт. Иракские танки и пехота пересекли границу богатейшего нефтью Эмирата в течение 36 часов. Саддам проигнорировал требования Соединенных Штатов о немедленном прекращении войны. Он отправил в Рак коллекционную армию в 620 человек во главе с Америкой, чтобы показать диктатору свое место. Саддам понимал, что он рискует, но у Саддама в голове зародилась мысль, что слабость Америки в неспособности переносить поражение. Он посчитал, что эта война может быть повторением Ирана-Иракского столкновения, что он сможет одержать победу на своей земле. Американский дядюшка первый пустит слезу. Вся стратегия Саддама была построена на том, что после нескольких неудач американские войска захлебнутся и их с легкостью раздавят силы Саддама. Он собрал одну из самых больших армий в истории Ирака. 51 из 66 своей дивизий он сконцентрировал в обороне. Саддам развернул 16 пехотных дивизий и 2 танковых корпуса на границе с Саудовской Аравией, чтобы сдержать атаку коалиционных сил. Лучшие свои силы он оставил в резерве. 8 дивизий Республиканской гвардии, около 1000 танков и 120 тысяч человек были переведены в полную боевую готовность, чтобы в нужный момент провести контратаку и разбить выдвинувшиеся силы коалиции. Ему ничего больше не оставалось, кроме плана по защите Кувейта. Но их проблема была в том, что коалиция не хотела играть по правилам ракцев. Они не верили, что коалиция продвинется на запад. Там и ждала пустыня, сплошная бездорожная. Рак не верил в то, что коалиция двинет свои силы на запад, потому что сами ракцы уже пытались там пройти и потерпели неудачу. Там были ужасные условия, и никаких дорог. Совершать маневры казалось невозможно. Но у нас была новая технология, которой не знали ракцы. Система глобального позиционирования. Это была первая война с применением GPS. Спутниковые технологии помогали силам коалиции проникнуть в рак через западное направление, в ход главных линий обороны и с выходом на незащищенный правый фланг. В 11 часов седьмой корпус армии США достиг границы Ирака с Саудовской Аравией. Мы привезли мощные колонки, мегафоны по 25 киловатт каждая на крыше хаммеров. Они должны были передавать сигналы о добровольной капитуляции. Но мы проигрывали композицию поездка по Валькирии, когда пересекли границу Ирака. Было приятно на это смотреть, но там ничего не было. Наши войска двигались на северо-восток, и они не встречали сопротивления. Нет, конечно, мы сталкивались с небольшими группами, но после нескольких выстрелов они сдавались. Седьмой корпус армии США двинулся глубже в Ирак, но со скоростью улетки. Командование приказывало остановиться. Они подумали и сказали, если дела у них идут неплохо на востоке, то назовем операцию «Эстинг». Продолжим наращивать наступление на этом направлении. Это было похоже на провал. Атака не была молниенос. Она была очень медленной, мы чуть замешкались, и они остановили нас. Я сижу за рулем 50-тонного танка в полной боевой готовности. Я иду в 60-70 километров в час. И вы говорите мне остановиться? Вы знаете, противник в том направлении. Я должен двигаться вперед. Никто ничего не видел и не понимал. Никто не мог сделать точных выводов. Перед нами не стояли Паттон, Рон или Будериан, вместе взятые. Никто не подошел к моему танку и не спросил, что ты думаешь об этом? К концу второго дня эффект внезапного нападения и стратегической инициативы иссякли. Иракцы поняли, 7-й корпус армии США отрезан и пытается окружить их силы в Куэте. В этот момент иракское руководство продемонстрировало полную компетентность военным вопросам. Они понимали, что происходит? Более того, они понимали, что противостоять 7-му корпусу на этом театре военных действий пока не могут. Если они попытаются остановить это соединение Лофф-Лофф, то от них и следа не останется. Единственный выход — это отвлекать атаками по флангу и отступать лучшим силам гвардии. Но все же они выставили лучшие свои войска против этого соединения американских дивизий. Иракцы выстрелили свою линию обороны на 90 километров вдоль северо-западной границы Кувейта. Две пехотные и две танковые дивизии республиканской гвардии должны были защитить северную половину оборонительной линии. На юге, напротив выдвинувшихся американских соединений, расположился сам Саддам с лучшими своими силами. Эти солдаты понимали, что они лучшие из лучших элитов войск Ирака, профессиональные убийцы, контрактики, которые будут сражаться до конца. И даже умирая, они не сдадутся. Мы уважали их. Мы знали, что они способны на все. Мы знали, что их очень много. У них были тонны оружия. Мы это понимали. Больше всего нас беспокоили их танки. И, конечно, больше всего мы опасались Т-72-го. Больше всего. Советский танк Т-72, известный в Ираке как «Лев Вавилона», был основой всех танковых соединений Ирака. 125-миллиметровая пушка уничтожала цель на расстоянии 1800 метров. Этот монстр весит 41 тонну. Толщина его брони 300 миллиметров. Он развивает скорость до 60 километров в час. Это делало тяжелый танк, а 72 одним из самых быстрых и смертоносных в мире. Саддам выставил около тысячи таких танков вдоль своей линии обороны. Поддержкой им были брошены сотни вооруженных единиц техники, таких как советский БМП. Казалось, что Республиканская гвардия более чем готова к вторжению. Этой мощью противостоял 7-й корпус армии США сотнями Брэдли, перевозящих пехотинцев и более тысячи танков. Самым мощным из них был танк М1А-1 «Абрамс». «Абрамс» вооружен 120-миллиметровой и высоко скорострельной пушкой и защищен композитной броней. Толщина чистого металла доходит до 609 миллиметров. Он в полтора раза тяжелее Т-72, но при этом такой же быстрый, это делает его самым сильным танком на полях сражений. К концу дня, 25 февраля, эти два соединения оказались 14 километров друг от друга. Утро 26-го очень рано, полпятого или пять, точно не помню. Мы получаем приказ и распроедение по целям республиканской гвардии найти и уничтожить. Раннее утро было очень рано. Практически ничего не видно, видимость 20, может быть, 30 метров. Ужасно. Мы должны были уничтожить обороняющегося противника при нулевой видимости. Но бромцы знали своё тело. Им помогла система тепловизоров, которая различала тепловые цели даже в условиях такой ужасной видимости. Мы двинулись вперёд в полной темноте. и мы различали горячие точки противника. Взвод Макмастера достиг 73-го истинга, линии долготы на глобусе, и столкнулся с передовыми постами дивизии Тавалкана. На этом посту обороны находились пехотинцы с противотанковыми орудиями и миномётами. Здесь по нам впервые открыли огонь. Мы не понимали, что идём параллельно дороге, ведущей прямо на позиции противника. Битва 73-й истинга, последнее крупное танковое сражение 20-го века, началась. Великие танковые сражения 26 февраля 1991 года прошло два дня с того момента, как коллекционные силы во главе с США вторглись на юг Ирака в попытке обойти силы Ирака с Флангой и вытеснить их с территории Кувейта. В ответ на это наступление Саддам Хусейн выставил пять элитных дивизий республиканской гвардии, в том числе и механизированную дивизию Тавалкана. Западнее 73-го истинга выдвинувшиеся силы коалиции во главе со вторым бронековалерским полком армии США уже столкнулись с республиканской гвардой. Здесь мы впервые попали под обстрел противника. Мы выставили девять танков, они двинулись на эту деревню. Я раздавал команды. Впереди деревня. Прямо. Двигаемся прямо. Слушай мою команду. Быть готовым к бою это означало, что все должны сконцентрироваться на этой деревне, навести стволы, разобрать цели в ображеском стане. И когда все готово, мы должны были произвести одновременный огонь из девяти главных орудий. Мы атаковали прежде, чем они смогли нас достать. Грин сказал, что готов. Уайт тоже готов. Я скомандовал огонь. Девять танков одновременно атаковали цели. Нам поступил приказ продолжать движение на восток. В этот момент я понял, я ощутил, что мы непосредственно входим в контакт с обороняющимися силами противника. Тогда я принял решение, что наступление должно возглавить танковое формирование. Это означало, что у нас три атаки выдвигались в танки Абрамс, а машины пехоты Брэдли должны были идти за ними. По приказу МакМастерса все орудия были приведены в полную боевую готовность. Мой танк шел во главе. Мы поднимали огромный столб песка, видимо, ступало. Но у нас тоже было преимущество. Песчаная стена прикрывала наши танки. Природа была на нашей стороне. Это была естественная маскировка. Мы вышли на позицию прямо напротив обороняющегося противника. Наши танки оказались на холме. Такая позиция была удобна для противника, улучшался обзор, уменьшалась дистанция обстрела. Но, к их сожалению, у них не было подходящей оптики и системы огня, чтобы противостоять танкам М1. Их техника устарела. Я видел восемь вражеских танков, которые занимали оборонительные позиции, и я приказал. Огонь! Огонь из Саба! Это означало массированный удар по всем распределенным целям с применением специальных боезарядов. Танк «Абрамс» обладает двумя видами высокострельного вооружения. Саба — бронебойный заряд, использующий обедненный уран. И снаряд для уничтожения танковой брони. Кумулятивный заряд, применяемый против тяжелого вооружения противника. Мы навели пушки на первые цели. Своим огнем мы выводили танки из строя после второго взрыва. Башни отлетали от корпуса танка. Моя башня поворачивает влево, и мы уничтожаем еще один танк. Мы уничтожили три танка, даже не входя в их радиус действия. Я посмотрел направо и увидел взрыв около танка «Макмастера». Я не мог понять, были это мины и огонь артиллерии. Мой заряжающий, Рью Джонс, кричал, «Ты только посмотри на это!» Я взглянулся из обзорной трубой и сказал, «О, да!» Я был впечатлен нашим противником. Я увидел перед собой 10 или 15 танков, выстроенных по фронту, видел, как их башни двигались. Я представил, как танкисты республиканской гвардии безнадежно разворачивают от башни танков Т-72 против нас. Ужасно, но мой танк попал на минную. 70-тонный танк попрыгнул. Меня оглушило, и я упал на пол. Водитель ударился головой, потом испуганно спросил, «Что это за чертовщина?» и я ответил, «Не обращай внимания, продолжай движение». «Вперед!» Мы прошли минное поле, но перед нами появилось два вражеских танка. Мне доложили, «Сэр, танки перед нами». Я посмотрел на нашего стрелка. Он навел пушку на танк противника, но колебался. «Сэр, мне стрелять?» «Открыть огонь?» Я закричал, «Черт, стреляй, наконец!» Мы обошли еще один танк и выстрелили. Только после этого я увидел, что наша группа подбила огромное количество вражеской техники. Фактически, иракское командование было дежурентировано. Они до последнего считали, что их атакуют самолеты, а не американские танки. Но даже осознав, что происходит на поле боя, они не успели перестроить свои танки, потому что не ожидали, что американские танки так быстро приблизятся к их позиции. Американская тактика сработала. Скорость помогла запутать ираксов. Это работало. Ираксы не могли поверить, что эти огромные, мощные танки могут двигаться с такой скоростью. Эта тактика была впервые применена Эрвином Роммелем, танковым генералом Германии во Второй мировой войне. Танки М1 и Эдин Абрамс прекрасно подходили под такую тактику боя. Цель всегда была на муске благодаря системе стабилизации. Ты мог двигаться со скоростью 40-50 км в час и метко стрелять поцелем. Когда на тебя нападает 70-ти тонн монстра, срабатывает эффект столбняка. Считаю, после такого удара ни один бурат не в состоянии оправиться. Мы прорвались к командному пункту и намеревались захватить главную позицию. Использовали тактику советской дактрины, выстроив танки по кругу. Но мы двигались слишком быстро. Они не ожидали, даже не успели завести свои двигатели. Я увидел командира вражеского танка, он смотрел на меня через плечо. Ужас на его лице был неописуемый. Мы ударили в него с очень близкого расстояния. «Есть огромная разница в ближнем и дальнем бою. Одно дело, когда ты подрываешь танк на большом расстоянии, совсем другое, когда почти в упор. Куски металла пролетают прямо у тебя над головой. Мы уничтожали танки противника почти в беспомощном состоянии. Иракцы выстроили очень грамотную оборону. Серьезно, у них было предусмотрено почти все. Были резервы, план контратаки, были минные поля, чтобы остановить наше наступление. Но причина их поражения — эффект неожиданности в нашей атаке. Несмотря на хорошо укрепленные иракские редуты, группа «Орел» прорвала оборону, заняла позицию, уничтожила более 50 единиц боевой техники. Так закончился первый раунд яростной битвы, которая разыгралась чуть позже на огромном участке фронта. Восьми километрах на север второй бронекавалерийский полк медленно продвигался через пустыню в условиях разыгравшейся песчаной бури. Группа «Призрак» потеряла связь группы «Орел». Командование группы «Орел» отправило два легких Брэдли на разведку с целью восстановить контакт. Я приказал водителю сбавить ход, потому что увидел небольшие объекты. Что это может быть? Мы посредине пустыни. Скорее всего, это боевая техника, но передо мной в первую очередь стояла задача найти группу «Орел». Может быть, это «Орел»? Или нет? Потом я увидел людей, которые вырастали неоткуда. Они заводили свои дизеля, и тут появились эти бегемоты танки Т-72. Они появлялись из своих «Орел». О, это должно быть наш противник? Я видел, как они же шевелились. Башни стали вращаться, я подумал, черт, где же группа «Орел»? Великие танковые сражения 26 февраля 1991 года, 4 часа дня. Группы «Призрак» «Орел»? 2-го броня кавалерского полка армии США потеряли связь в разыгравшейся песчаной буре. Два разведывательных БМП «Брэдли» из группы «Призрак» были замечены танками противника. Иракские Т-72 наводили свое орудие в сторону БМП. Я приказал водителю уехать на холмы, а потом он прошептал «Танки впереди!» Я ответил «Понял, спасибо!» Он снова «Нет, нет, танки прямо перед нами!» «Я вижу их!» Он повторил «Вы не понимаете, танк прямо под нами!» Я высунулся из БМП, осмотрелся. Танк и правда был там. Я даже не представляю, что бы с нами случилось, если бы я не приказал забраться на холм. Под нами был Т-72. Я перевел пулемет на ручной режим. И открыл огонь, а потом сказал. Мы просто разведчики. Нам не стоит вступать с этими танками в бой. «Я видел, как они зашевелились. Башни стали вращаться. Я подумал, черт, где же группа орел? Где они?» Мы отступали, пятились. Что еще старалось делать? А потом приказал сержант Вандер заряжать ракету. Мы прицелились на Т-72. Я прекрасно видел его силой. «Так, Вандер, ракету, атакуем танк, который перед нами». Мне в ответ «Я не могу понять, это может быть группа орел». «Ты что, не видишь разницы? Эти огромные танки. Почему ты не можешь их различить?» «Я удал повторный приказ. Огонь». Он все еще раз проверил, через все приборы, потом прокричал «Вижу танк Т-72, огонь!» Противотанковая ракета ТО — это самое мощное и точное оружие БМП «Брэдли». Она наводится и управляется по проводу, способна поражать цели в радиусе до 3000 метров. Тут я осознал, что еще восемь таких танков находятся здесь. В тот момент я подумал, теперь эти ребята знают, что я здесь, они явно недовольны, но они... Заряжающий приключал «Цель вижу, ракета готова», я ответил «Огонь!» Я видел, как ракета вышла с пушки и рухнула в пустыне. Думал, «Осечка, осечка!» И в этот роковой момент я понял, что на меня навели орудие. Еще секунду и нас не стало. Мы оба использовали две свои ракеты. Теперь мы оказались лицом к лицу с 8-ю танками Т-72. Мэри Бевер сказал, нужно срочно отступать. Я ответил, уходим. Полный назад. Перед нами появился еще один танк, и я сказал, мы будем сражаться до последнего патрона. Мы открыли огонь из 25-мм пушки. Патроны отлетали от башни этого танка. Мой завершающий прокрещал, «Сэр, они отлетают, отлетают!» Я сказал, мы больше не можем отходить, потому что подставим под огонь второй Брэдли. Я подумал, интересно, сколько терпения у кипажа того танка, чтобы терпеть обстрелы из 25-й пушки. БМП М2 Брэдли разведывательное средство с большей мобильностью, чем у тяжелой техники. Он оборудован 25-мм главной пушкой, способной вести высокоточный огонь. Чтобы увеличить скорость и дальность БМП, снаряжен броней всего лишь в 25 миллиметров. Брэдли без помощи в сравнении с могучим Т-72. И тут неожиданно мой штурман прокричал «Держись!» Второй Брэдли выпустил ракету в танк. Спас наши жизни. Сквозь песчаные буря стал бы дыма. Через все по-любой я увидел несколько Брэдли из групп «Орел», медленно приближающихся к нам. Он подъехал ближе и заорал во всю горло «Тан-танки!» И ответил «Знаю!» За несколько минут Хейнс и его товарищи уничтожили помещение 5 Т-72. Но это была всего лишь малая часть для изменения обороны ракцев, которая стянулась на 90 километров шириной 10 губенов. На севере группы «Призрак» продолжала приближаться к главной линии иракской обороны. Мы медленно двигались вперед, когда я говорю медленно, это примерно как пешком. Танк всегда за собой оставляет колею. Так вот, мы ехали так медленно, что чувствовали в танке колею впереди идущего. Нам мешала песчаная буря, но мы различали что-то между ими. Мы разглядели башни танков и понимали, что они выжидают удачный момент для атаки. Тепловизор отлично различал их бункера, потому что они холодные. Когда люди выбегали из них, мы видели яркие белые силуэты на фоне пустыни. они перебегали с одного бункера в другой. Потом я увидел, что-то движется. Это точно была техника. Я приказал стрелку открыть огонь по противнику. Через секунду, а может чуть больше, я услышал выстрел шестого танка. Мы открыли огонь, все стало взрываться. Я понял, что другой танковый взвод видит то же самое, что и я. и мы вместе продолжили атаку. Мы видели через тепловизор клубы теплого дыма и яркие языки пламени над их танками. Я увидел, что люди там что-то делают, и тогда я сказал своему командиру «Сэр, кто-то специально сделал этот смог. Столько не может быть от одного танка». Я попросил разрешения двинуться вперед и засунуть свой нос в этот смог. Я сказал «Да, хорошо, приступайте». Четыре танка Энди пропали в черный дно. Это был настоящий Армагеддон. Армагеддон. Я видел, что отруб все горит. Я не знал, где свои, я не понимал, куда мне стрелять. Пытался связаться с Энди по радио, и тот у меня спросил «Так, командир, что будем делать теперь?» «Окей, Катерин, что ты делаешь?» Великие танковые сражения. 26 февраля 1991 года, 4 часа 30 минут. В мертвой пустыне Ирака разыгралось танковое сражение между 2-м бронекавалерским полком США и механизированной дивизией Валкана Республиканской гвардой Ирака. Капитан Макмастер и часть силы из группы «Орел» уже уничтожили огромное количество иракских танков Т-72. Теперь очередь лейтенанта Энди Килгора и группы «Призак». К этому времени вперед выдвинулись четыре танка Абрамса 7-го корпуса. За мной стояло 110 тысяч солдат, но впереди меня никого не было. Мы двинулись через дым и поняли, что перед нами к нашу организованная линия обороны. Он был там. Он был ближе всего к ним. Он стоял прямо перед этими парнями. Это было как открыть дверь и сразу начать стрелять. Танку Т-72 не было равных в момент его появления. Но тогда он значительно уступал танку Абрамс, который превосходил его практически по всем показателям. У него была броня против всего вооружения, которое могло быть установлено на Т-72. Оружие Абрамса прошивало броню Т-72 как горячий нож масла. У Советов была другая технология изготовления брони, нежели американцы. основная броня вешивается вокруг корпуса, поэтому при прямом попадании под башню любого русского танка вся взрывная сила направлена на то, чтобы вырвать башню с корнями. Группа призрак не прекращала вести огонь до тех пор, пока все иракские танки не были уничтожены. Но солдат это волканы не собирались сдаваться. Мы понимали их желание быть хорошими войнами. Элиты ирака вгрызали свои позиции. Они не выращали свою технику. Они мужественно сражались. Они не собирались уступать. Они умирали в бою. Американцам нужно было убить всех до последнего солдата, чтобы считать себя победителями. Я глянулся вокруг и увидел, что на моего соседа наводит оружие. Я видел, как ракет целится из РПГ. Он был примерно в 50 метрах от танка. Он наводил оружие на цель. Стрелок очень испугался, когда увидел, как пехотинец не целится. но он справился с собой и выстанил. Они попали в него, и я стал свидетелем всего этого. Дыра в 120 миллиметров образовалась в груди этого парня. Казалось, что он взорвался изнутри. Тело этого парня взлетело в воздух и вращалось как лист, упавший из дерева. Всего за несколько минут звук лейтенанта Килгорова уничтожил дюжину ракцев, четыре танка и девять единиц боевой техники. Когда мы разобрались со всей видимой вражеской техникой, я вышел на связь с командованием, доложил командиру случившимся, но он был не очень доволен лейтенантом Килгором, потому что я не сообщил о начале атаки несколькими минутами ранее. Я сказал, больше так не делать, или можете застрелиться сами. Но, с другой стороны, я понимал, что он принял абсолютно правильное решение, когда двинулся вперед через дынь, потому что мы не должны были пускать инициативу усвоих. Несмотря на тяжелые потери, эракцы двинулись в контратаку с целью остановить продвижение группы Мы узнали, что их оборона была выстроена на 73-м конкурсе. Мы двигались вперед, я внимательно следил за тем, что происходит. И вдруг неожиданно я упал. Я упал в кабине перед пулеметом. Я спросил, что произошло? Я посмотрел на своего заряжающего, он что-то кричал мне, но я ничего не слышал, потому что сильно ударился. Я связался с ним по внутренней связи. Что с нами произошло? Он ответил, «Сэр, артиллерия открыла по нам огонь, вы не заметили этого момента, потому что упали после резкого маневра». «Вы видели эти выстрелы, сэр?» «Я ничего не видел, потому что был сконцентрирован на телефонной связи. Я должен был знать, что происходит с другими бойцами, единственная команда по радио «Вперед! Вперед! Вперед!» «Вперед!» 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 Это было их ошибкой. Они встали к нам в бой. Эти ребята даже не подозревали, что наши стрелки долго тренировались уничтожать движущиеся цели в такой позиции. Я засек два танка, сообщил о них командирам. Они выделили два Брэдли и два танка на их уничтожение. Бэмп и Брэдли совместно с танком «Брэдли» представляют мощный боевый расчет. «Сартиано» не упускал цель из видимости. «Брэдли» выступил в качестве наводчика для танков и их 120-мм высоко-скорострельных орудий, способных выпускать снаряд каждые 4 секунды. Представьте, всё, что мы видим, — это цель размером с «Грейпфрут», хотя на самом деле этот танк больше мини-Вэн. Это невероятно. Наши танки поражают цели на расстоянии в 3 километра. Потрясающе. К сожалению, Джефф Гарвик сказал, что «Призрак-1-3» был подбит. По радио становилась гробовая тишина. Его подбил танк, который мы почти уничтожили. Мы даже не думали, что он ещё способен стрелять. Я был уверен, что мы уничтожили его ракетой с «БМП», но яшу всё. «БМП» не взорвалось и не загорелось, поэтому экипаж вернулся в камеру. Этот легко бронированный «БМП» очень похож на «Брэдли». Раскоточная ракета «Саба» могла прошить его насквозь и оставить боеспособным. Оснащённый 76-мм пулемётом, «БМП» способен уничтожить «Брэдли». Сержант «Чаффи» командовать «Брэдли». Энди повернулся и посмотрел на них, что за чёрт. В этот момент второй снаряд попал им прямо в башню. Солдат очень тяжело перенесли смерть сержанта «Моллера». Все понимали, что могли запросто оказаться на месте тех парней. Этот парень умер за общее дело. Я должен продолжать выполнять приказ. Битва ещё не окончена, мы на полпути. Некогда проливать слёзы, нужно продолжать лежать. Битва 73 истинка кончилась через 90 минут. Потери американцев были незначительны. Один убитый и 12 раненых. Потери раций были колоссальны. Дивизия этого «Алкана» была уничтожена 7-м корпусом армии США. Тысячи солдат этой дивизии было убито. Они начинали битву с двумя сотнями танков. Лишь две дюжины спаслись с поля. После первого наступления мы взяли в плен большое количество солдат. Мы доставили командный пункт в одну из брэдли. Когда мы открыли заднюю дверь, они увидели портрет Эрвина Ромеля, чья тактика помогла нам победить. Тогда их бригадный командир на прекрасном английском спросил, «Почему в Брэдли висит картина вашего врага во Второй мировой войне?» Один из наших солдат, сидевший в Брэдли, ответил, «Слушай, почему бы тебе не заткнулся? Если бы читал немного о Ромеля, ты бы не сидел в моем Брэдли». Причина победы американцев не просто победы, а абсолютного превосходства над Ираком. Кроется в умении развивать преимущество в нужном направлении атаки. Каждой войне нужно ставить перецеплаться, прийти туда, напасть на противника и полностью его уничтожить. Это было последнее великое танковое сражение в 22 веке. В 20 веке.